Все, друзья, приветствую. На связи Андрей Алисеев. Все, кто меня не знает, будем, как говорится, знакомы, познакомитесь. Все, кто меня знает, еще раз вас приветствую. Вы очень крутые ребята, что собрались вот сегодня с такой прекрасной командой в субботу, чтобы услышать презентацию, ту информацию, которую буду вам сегодня рассказывать. А информация действительно будет потрясающая. У вас еще есть время, пока мы, говорится, разгоняемся, у вас еще есть время добавить своих партнеров, поэтому внизу по списку кнопочка там такая «Добавить участника». Вы можете это сделать, потому что сегодня я буду рассказывать очень интересную информацию как из своей жизни, так и про наши прекрасные потоки. Так, начнем, как говорится, начнем с самого начала. Это, конечно же, от понимания, в какой системе мы с вами живем. Чтобы у вас бы это понимание было, смотрим фильмы. Я неустанно буду это повторять. «Деньги. Пирамида. Долгов» и «Дух времени. Первая, вторая, третья часть». Я уже неоднократно в чате, там они уже были скинуты. Кто не нашел, заходим ко мне на YouTube-канал, либо пишите в чате с просьбой скинуть ссылки и вам, соответственно, скинут. Вот, поэтому смотрим. Дальше. Все, кто хотят очень быстро врубиться в потоки и во всю нашу систему, во всю инфраструктуру, смотрим мой эфир «17 денежных потоков». Вот, сходу запишите вот эти две рекомендации. Первый – это фильм «Деньги. Пирамида. Долгов». Потом, если вы способны будете этот фильм переварить, идете дальше. «Дух времени. Первая, вторая, третья часть». Если способны уже и это переварили, я буду вами очень сильно гордиться. И дальше уже, конечно же, «17 денежных потоков». Это базовый эфир, его подзапись. Это, можно сказать, азбука, шпаргалка вам для того, чтобы врубиться вообще, какие денежные возможности есть у нас в сообществе. Вот, сообщество – это не просто какая-то горстка кого-то непонятная. Это уже серьезное, очень серьезное такое объединение людей. Причем такая форма объединения людей – это новая форма объединения людей. Это онлайн-децентрализованное сообщество «Меркурий», которое объединило единомышленников. Прежде всего, это люди, которые хотят жить свободной жизнью по всему миру с единой целью. Дать возможность каждому участнику сообщества реализовать свои цели. Вот и все на данный момент. Мы объединили свои усилия, объединили свои активы для того, чтобы деньги у нас были всегда. Потому что сейчас элемент свободы в современном мире – это деньги. И на данный момент все подсажены на иглу денег, и без денег никто ничего сделать не мог. Если раньше там еще были элементы натурального хозяйства, крестьянин жил в лесу у себя спокойно, у него там куча всего, у него, можно сказать, своя внутренняя экономика, есть деньги, нет денег, он по центру ровно живет. Но то сейчас уже все подсажены на деньги. И на данный момент этот вопрос и надо решить. Деньги можно победить только двумя способами. Первый способ – это, конечно же, надо, чтобы они были. Когда у вас уже есть деньги, вы не думаете о деньгах. А вот не думать о деньгах, а думать больше о здоровье, о счастье, думать о своих целях, о планах, думать где-то семье уделять время. То есть есть о чем думать, как говорится, но современный мир так устроен, что современному человеку приходится обо всем об этом не думать, а думать только об единственном, где взять деньги. Так вот, наше сообщество и решает всю эту прекрасную задачу. И у каждого из вас будут, если не у многих уже есть такая возможность, из наших потоков, из наших финансовых инструментов брать деньги. Поэтому, друзья мои, я с чем вас поздравляю. Второй вариант, как победить деньги – это, конечно же, от них полностью отказаться. Но это другая, совершенно очень, кстати, глубокая тема. Чтобы от них отказаться, надо уйти полностью, можно сказать, в лес и жить себе такой природной жизнью. Но сейчас не об этом, это тоже довольно интересная тема. Поэтому те, кто путешествовал, любит походы, ходить куда-нибудь на несколько дней по серьезным лесам, тайгам, вот эти люди меня поймут. Это очень интересная тема, она реально развивает, как внутренне человека развивает, так и внешне. Но сегодня мы говорим, будем говорить про другое. Так, домашнее задание, значит, поняли, да? Деньги, пирамиды, долгов, фильм смотрим, дух времени, первая, вторая, третья часть. И 17 денежных потоков – это эфир, который вам поможет разобраться со всеми денежными возможностями. А вот возьмете вы их или нет, это уже ваше дело. И, как говорится, вам решать взять все, либо взять только небольшую часть от того, что дают. Поэтому для того, чтобы взять все, надо быть в информационном поле, надо быть в команде, надо быть постоянно на обучениях, надо понимать, где какую кнопочку нажать, надо разобраться, надо остановиться, надо просто замучить своего пригласителя и лидера вопросами, пока вы не разберетесь. А потом уже помогать, говорится, другим людям отвечать на эти же вопросы. И все будет у всех очень хорошо. Я думаю, вы заметили, как мир изменился и продолжает меняться стремительными шагами. Последние только 4 года, 4 года, вот смотрите. Давайте вот сейчас 2024, и вот с 2020 началось, да? Я скажу честно, что начинает колбасить просто всех. После… Какие наши перемены? Давайте вот просто перечислим глобальные перемены, которые переворачивают вообще все наизнанку. Конечно же, пандемия, друзья мои. 2020 год, мир изменился, нас всех закрыли, мы не понимали, что происходит. Вот, все были в шоке просто, да? По сути дела, ну, было опробовано, можно сказать, элемент влияния в современном мире. Дальше СВО, друзья мои, продолжает меняться. Весь этот мир, сферы влияния в этом мире тоже перекраиваются. Мы еще не знаем даже, чем это все, как говорится, по концовке, что будет, да? Но, тем не менее, мир также продолжает меняться. Дальше. Сейчас массово вводят цифровые деньги. Вернее, неважно в какой стране, сейчас везде, во всех странах, центральные банки стараются продавить законы по внедрению цифровых валют. Поэтому, друзья мои, кто бы мог подумать, да, чтобы центральные банки начали вводить цифровые валюты? Хотя они буквально 15 лет назад кричали, да вы что, криптовалюта, да, это мошенники, да? А теперь они вводят свою криптовалюту, друзья мои, для того, чтобы идти в ногу со временем. Дальше, друзья мои, нейросеть, либо искусственный интеллект, просто ворвался два года назад в наше, как говорится, информационное поле обычного человека. И все, сейчас глобально все меняется. Как в бизнесах, меняются производственные процессы, меняется полностью трансформация всего бизнеса, всех деловых связей, бизнес-процессов, администрирования. Все меняется кардинально, да? Вы слышали, я думаю, про город прекрасный Иннополис, это IT-столица Татарстана, где уже больше пяти лет развивается по современным законам, да? Там уже давным-давно нет профессии обслуживающих, обслуживающего плана. Грузчиков, курьеров, официантов, продавцов, кассиров и так далее, да? Там везде все выполняют роботы, друзья мои. Поэтому обязательно съездите в этот прекрасный интересный город, посмотрите, окунитесь в город немножко будущего, да? Там уже есть университеты, многие молодые люди там обучаются IT-технологиям. Вот, поэтому, друзья мои, мир серьезно меняется. А это говорит о чем? О том, что нам здесь тоже нужно меняться. И если мы с вами не будем меняться, то мы станем кем? Динозаврами. А динозавры имеют свойство вымирать, друзья мои. Поэтому, я думаю, поняли, о чем я говорю, да? Поэтому учиться, учиться, еще раз учиться, это самое лучшее, что принес Ленин, как говорится, в нашу историю. Все остальное не особо хорошее было. Но учиться, учиться, еще раз учиться, это как раз относится к нашему информационному веку. А ведь мы уже 24 года живем в информационном веке, а многие еще не перестроились, думают критериями производственного века. Того прошлого века, когда строились большие заводы, фабрики, автоматизация была какого-то бизнеса. Сейчас это называется не просто автоматизация, сейчас это называется элементарная автоматизация, обычные станки. Тогда же это был бум, тогда же это было круто. Так вот, в информационном веке совершенно все по-другому. В информационном веке всем владеет информация. Кто владеет информацией, тот владеет миром, тот имеет преимущества перед другими. Тот, кто владеет информацией, тот владеет непосредственно возможностями. Кто владеет возможностями, тот будет иметь деньги в неограниченном количестве в любой стране нашего мира, не в зависимости от того, где человек находится. Поэтому, друзья мои, именно поэтому сообщество Меркурий – это онлайн-децентрализованное сообщество, которое развивается вот уже 12-й год. Вы не ослышались, да, 12-й год. Я лично в сообществе нахожусь уже седьмой год. И когда-то давным-давно, в 2017 году, в 2017 году, когда в очередной раз я развивал свой небольшой оффлайн-бизнес, давайте немножко в трех словах расскажу о себе. У меня два высших технических образования. Но по жизни пришлось разобраться во всем. И в бухгалтерии, и в финансах, в юриспруденции, в производстве и так далее. Да, даже в туристических услугах. Поэтому, друзья мои, до 28 лет, где-то 6-7 лет я работал в найме, в бизнесе на топовых должностях. Дальше 10 лет я создавал свои разные бизнесы, совершенно разные. Есть опыт и в опте, и в рознице, и в услугах, и в серьезном строительстве. И, как говорится, последний мой бизнес, который я развивал в оффлайне, это был туристические услуги. В связи с тем, что я обожаю просто путешествовать, я объехал более 15 стран мира. И на данный момент вам тоже настоятельно рекомендую путешествовать, потому что, когда вы изучаете мир, вы познаете самих себя. И на данный момент, в том далеком 2017 году, в декабре месяце, ко мне приходит знакомый в офис, говорит, слушай, Андрей, тут тема какая-то прикольная есть. На кнопочку нажимаешь, деньги получаешь. Я так улыбнулся. Но, тем не менее, я не сказал, иди ты со своей херней какой-то, что-то ко мне приперся, я тут занимаюсь серьезными делами. Я такого не сказал. Потому что, как в найме, в коммерческих структурах, так и в собственных бизнесах я приучил себя видеть возможности. Поэтому, внимание, друзья, ко мне в том далеком 2017 году человек сам ножками пришел вживую и начал рассказывать об этой возможности. И, внимание, я в этот же день зарегистрировался, в этот же день создал свой первый финансовый инструмент и только потом стал потихонечку разбираться. Но я уже взял эту возможность, я уже окунулся вовнутрь и потом стал разбираться. Интересно мне это, неинтересно, надо мне это, не надо. И стал копать, конечно же, вовнутрь. Тогда не было таких презентаций, которые сейчас я вам буду рассказывать полтора часа с красивыми историями. Тогда некому было сильно так рассказывать. Конечно, проводились и мероприятия, презентации, но не было такого информационного поля, которое мы для вас создали с Сергеем Белоусом. Поэтому, скажу честно, мы это все дело проживали, прохавали, переработали и выдали красиво вам для того, чтобы вы быстро врубились, что же такое прекрасное сообщество Меркурии и какие возможности сейчас оно дает. А сейчас оно дает потрясающие возможности, потому что тогда мы только о них мечтали. Сегодня же эти возможности просто есть у каждого человека, и вы можете брать их и использовать. Но даже и тогда было все довольно хорошо. Я нажимал на кнопочку, получал деньги каждый день. Вернее, начислял. Тогда у нас не было деньги каждый день. У нас было выводы раз в неделю, по вторникам. Вот. И у меня не было времени разобраться. Только под Новый год, когда все уже пошли, кажется, на каникулы, я захожу в интернет и стал копать. Что за сообщество? Кто придумал эту штуку интересную? Зачем людям давать такую халявную возможность получать деньги? Ведь, по сути дела, вся система создана для того, чтобы люди пахали, чтобы они были заняты вплоть до своей смерти заработком денег. Внимание, друзья мои. Даже кабан или лось, или зайчик у матушки природы не занят заработком денег. Он абсолютно свободен. Потому что деньги – это искусственная игра. Поймите, вот это раз и навсегда. Это искусственная игра, которую придумали люди. И чем больше люди в эту игру верят и в нее играют, тем больше она начинает воздействовать на нашу жизнь. Поэтому эгрегор денег мы, конечно же, уже раздули. Он очень сильный, мощный. И с помощью этой энергии вы можете менять свою жизнь очень к лучшему. Но в матушке природе нет денег и никогда не будет. Это людская игра, искусственная людская игра. И природе деньги не нужны. И все существа в этой природе живут без денег абсолютно счастливой и прекрасной жизнью. И всем всего хватает, друзья мои. Не задумывались ли вы над этим? Хватает времени, хватает травы, вкусняшек, которые соответствуют этому виду животному. Именно поэтому природа не нуждается в деньгах. Она прекрасно живет и без денег, весьма гармонично. Миллионы лет, друзья мои. Миллионы лет на этой планете. Но мы, люди, считаем себя более высокоразвитыми. Поэтому мы придумали эту игру. Многие вынуждены в нее играть. Потому что придумали ее другие люди. И ей управляют. Поэтому, друзья мои, пока вы не поймете, по каким правилам создана эта игра. И кто ей управляет. И не посмотрите фильм «Деньги. Пирамида. Долгов». Вы не будете понимать, как устроен этот мир. Как устроена мировая финансовая система. Поэтому в домашнее задание вам всем после эфира обязательно посмотреть этот прекрасный, интересный фильм. Которое, внимание, я посмотрел еще в том далеком 2008-2009 годах. Поэтому мне очень просто и быстро легла эта информация на сердце. Я уже знал, как устроен весь этот мир с точки зрения финансов. Я только восхитился, что оказывается, есть человек. Это основатель нашего сообщества. Кто уже это делает. Кто уже создал сообщество. Кто уже начал объединять людей. Потому что люди перестали доверять друг другу. Люди перестали, даже уже немногие молодые не знают, что такое скопом проще сделать любые великие дела. Что такое вместе, что такое выручка, что такое взаимопомощь, что такое настоящая дружба. Забыли люди сейчас. Такая задача сообщества напомнить, что вместе скопом проще жить. И не просто проще, а намного легче решить все свои вопросы. Именно поэтому наши предки всегда в прошлом объединялись и решали все свои вопросы. И, конечно же, доверяли друг другу. Поэтому, друзья мои, это новый виток в вашей жизни. Если вы пришли в этот чат, если вы слушаете сейчас меня, либо слушаете эту запись, этот эфир, вернее, в записи, то, конечно же, у вас есть потрясающие возможности упростить себе жизнь. Как она упрощается? Очень просто. Через объединение людей. Вот и все. Объединяя разных людей в разных странах, сообщества, имеете сейчас несколько сотен тысяч участников, которые используют наши финансовые инструменты для того, чтобы создать себе денежный поток. Создавая себе денежный поток, вы тем самым делаете себе пассивный доход, настоящий пассивный доход. Ведь у нас приглашать не нужно. Сделав себе пассивный доход, у вас появляется время пожить своей жизнью. Ни чьей-то, ни жизнью своего начальника, или тех обстоятельств, в кавычках, которые вас вынудили делать то, что вы не хотите, а именно той жизнью, которую вы хотите. И вот этот момент, он очень важен. Деньги – это энергия. Деньги могут вас развить, но деньги могут вас и поучить очень многим вещам, в зависимости от того, какие установки у вас находятся в вашей голове. Многим дай деньги, и они сразу что пойдут? За бухлом пойдут, пойдут в казино, пойдут кутить, да? То есть деньги начнут их разрушать изнутри. Почему? Потому что они не знают, кто они, они не знают, для чего они родились, они не знают, какие свои таланты применить, куда их применить. То есть это человек еще не самоидентифицировал себя. Очень важно в этой жизни себя самоидентифицировать. Не кто-то, чтобы вас идентифицировал, а вы сами себя самоидентифицировали. Вы поняли, кто вы, вы поняли, для чего вы родились, вы поняли смысл вашей жизни, вы поняли свои таланты и ваш путь, вашу миссию жизни, и куда вы идете, и что вы делаете. Это самые важные моменты, с чего надо начинать обучение в школе, вдалбливая в каждом классе, чтобы дети задумывались об этом. Именно поэтому у нас сейчас есть прекрасная возможность вырастить своих детей совершенно по-другому, не так, как растили в свое время нас. Вот, поэтому, друзья мои, мир меняется, меняется все, меняется даже система инвестирования, да? И сейчас даже само слово инвестирование уже очень серьезно изменилось. Если раньше это была классика, акции, облигации, недвижимость, бизнесы, да, то сейчас инвестирование – олицетворение любого вложения, времени, ресурсов, материальных, нематериальных активов. Сейчас все называют одним словом инвестирование. Сегодня даже картинки NFT продают за несколько миллионов долларов. Представляете, да? Картинку в интернете просто за несколько миллионов долларов. И это считают прекраснейшим вложением, да? Покупают люди участки на Марсе, на Луне, еще на Земле не научились жить, уже распиливают другие планеты. Поэтому наше сообщество создало прекраснейшие финансовые инструменты. Когда я пришел в сообщество, такого и не было. Мы еще стояли на грани формирования этих инструментов. Сейчас же эти инструменты уже более четвертый год есть, прекрасно работают. И скажу вам честно, это дорогого стоило. Эти инструменты называются денежные потоки. Что такое денежный поток? Это финансовые, психологические, математические, разновременные инструменты, которые позволяют нам деньги иметь каждый день, каждому участнику сообщества. Деньги иметь каждый день. И, конечно же, иметь стабильный, шикарнейший, пассивный доход. Поехали. Давайте сейчас мы поговорим про наши денежные потоки. Именно те потоки, которые вы увидите в своем кабинете после регистрации в нашем сообществе по ссылке вашего пригласителя. Если у вас еще нет кабинета, обязательно обратитесь к вашему пригласителю. Возьмите у него реферальную ссылочку, зарегистрируйтесь. Регистрация вас ни к чему не обязывает. Если же вы не знаете, кто вас пригласил в данный чат, можете писать мне в личные сообщения. Помогу вам разобраться со всеми нюансами работы системы и наладить себе пассивный денежный доход с наших потоков. Либо чат-бот здесь скидывает список грамотных наших лидеров, консультантов. Обращайтесь к любому. Очень важно в самом начале выбрать себе человека по душе. Поехали. Первый, друзья мои, поток, который вы увидите в своем кабинете, это стартовый поток. Либо красная закладочка SP в вашем кабинете. Стартовый поток – это шикарнейший, очень интересный поток. Он учит правильной стратегии инвестирования. Вложил – забрал, вложил – забрал, вложил – забрал. Этот поток разработан специально для новичков проекта. На практике обучаю всем нюансам работы системы поток кэш. Я бы сказал, это обучающий поток. То есть вы параллельно получаете пассивный доход, в то же время вы учитесь, как правильно думает инвестор. Вас же этому никто никогда не научил, ни в университетах, ни в школах. Как думает инвестор, да? Но тем не менее мы выходим из университета, из школ, в эту денежную систему и ни хрена не понимаем, что такое деньги, что с ними делать. Первые деньги все были, как говорится, 20-летними. Первые деньги. И что делает молодой человек? Прогуливает. Пробухивает. Поэтому кутит первые года. Потому что он не понимает, как с ними работать, что с ними делать. Только потом он понимает, что, блин, вроде бы зарабатывал, вроде бы год, два, три, но денег нет до сих пор. Куда они все ушли? Убежали. Если тот, кто не задумается, не изменит свою позицию к деньгам, тот и до 30-ки будет кутить и быть, как говорится, с голой задницей. Поэтому на данный момент тему денег надо очень серьезно изучать. Ведь эта сфера, эта игра, она проникла во все сферы жизни человека сейчас. Понимаете? Мало того, что человек придумал игру под названием деньги, это искусственная игра, в природе ее не существует. Так это еще игра, и все условия этой игры проникли во все сферы жизни человека. Неважно, вам надо купить штаны, либо себя накормить, вам надо одеть ребенка, либо купить машину. Вам нужно заправить ее бензином, либо зарядить мобильный телефон. За все надо сейчас платить деньги. И мы уже привыкли платить деньги за воду, за воздух, кондиционеры и так далее. И на данный момент, если платить деньги за воду еще лет 20 назад было просто дикость, то сейчас это норма. Хочешь чистой воды? Будь добр, купи бутылочку, либо поставь фильтр на кухне и пользуйся чистой водой. Заплати за чистую воду. А грязную воду, соответственно, пускай пьет тот, кто не хочет думать о своем здоровье. То есть в любом случае сейчас за все приходится платить, друзья мои. Именно поэтому стартовый поток призван научить вас, как отдавать, брать, отдавать, брать. Это как мышцу качать в тренажерном зале. Напряг, расслабил, напряг, расслабил. Вот, да? С помощью гантелей. Также и здесь. Когда ты отдаешь, напряг себя. Ай, отдавать не хочется. Это же свое родненькое. А куда я отдаю? В какой-то лохотрон. Ё-моё, пирамида. Ё, куда я лезу? О, сколько дерьма, да, в голове всплывает сразу же. Вот. А почему всплывает? Потому что вы еще не разобрались. Как только вы разберетесь, это все уйдет на задний фон. Потому что это не ваше. Это все то, что где-то вы зацепили в кабинете, вернее, в телевизоре. Где-то еще в интернете зацепили. Где-то какую-то хрень посмотрели. Как только вы разберетесь, что вы уже в этой пирамиде живете. И по тем законам, которые созданы непосредственно в этом мире, это уже глобальная пирамида. Только вы этого не видите, потому что у вас информации вот столько. А чтобы это увидеть, надо информацию иметь вот столько. Для этого нужно обучаться, знания, учиться, учиться, еще раз учиться. Так вот, возвращаемся к нашему прекрасному стартовому потоку. Стартовый поток может быть создан на произвольную сумму. Минимальный вход от 5000 рублей, дальше на любую сумму. Стартовый поток – это поток с обязательным пополнением на величину выбранного номинала потока дважды в месяц. Общая доходность стартового потока составляет 150% за 20 периодов, либо 10 месяцев. Потому что в стартовом потоке один период – это две недели. То есть каждые две недели мы пополняем, снимаем, пополняем, снимаем. Доходность идет, как и во всех наших потоках, за счет подтяжки к потоку криптовалюты e-currency по льготному курсу, который мы видим в кабинете. А рыночный курс более дешевый мы имеем в сберкассе, в мани-сторже, либо на бирже. То есть мы покупаем нашу криптовалюту на рынке, можно сказать так. Рынок – это у нас три источника покупки сейчас. Это внутренняя биржа сберкасса, внутренняя биржа мани-сторже и биржа блокбит. Спокойно идем туда, приобретаем e-currency и подтягиваем к потоку. За счет этого у нас прибыль. Покупаем сейчас ориентировочно, если в рублях, это по 90 с копейками рублей, а поток у нас принимает по 400 рублей. Друзья, вот за счет этого у нас прекраснейшая прибыль. Идем дальше. Стартовый поток – это очень интересный поток. Он учит вас прорабатывать в том числе очень много моментов, отдавая, вы учитесь инвестировать. Когда вы берете, вы учитесь принимать, либо, как говорят сейчас трейдеры, зафиксировать профит, в том числе подтянуть e-currency. Как он работает? Давайте я вам постараюсь прогнать. Допустим, вы захотели зайти на стартовый поток на 10 тысяч рублей российских. Что мы делаем? Первое – мы создаем поток. Проплатили 10 тысяч рублей, завели на сберкассу рублей, проплатили 10 тысяч рублей, пошли и купили e-currency требуемое количество. Сейчас где-то, наверное, около 35, может быть, где-то 40. И-currency купили и подтянули к потоку. Все. У вас через две недели уже первая выплата 2,5 тысячи. Пришло две недели, вы получили 2,5 тысячи, объединили уже их с 7,5 тысячи, то есть из кармана достали 7,5, опять сберкассу пополнили и опять проплатили поток, опять пошли купили e-currency и подтянули к потоку. Следующая через две недели выплата уже 5 тысяч. Вы туда 10 тысяч e-currency, следующая выплата 7,5 тысяч. Вы туда 10 тысяч e-currency, следующая выплата 9. Вы туда 10 тысяч e-currency, следующая выплата уже 10,5 тысяч. О, внимание, уже выплата больше, чем номинал потока. Номинал потока у вас 10 тысяч. Так вот, стартовый поток так устроен, что 10 месяцев он работает, из них 3,5 месяца вы его кормите и 6,5 месяцев он кормит вас. Это как дерево, да, либо как картошку. Вот вы посадили, да, посадили 3 месяца, надо ее полоть, окучивать. Я понимаю, что сейчас современные люди уже даже не знают, как картошку посадить, да. Но те, кто имеет еще немножко советское детство, то тем я немножко напомню, да. Что надо выкопать ямочку, туда клубень картошки не съесть, отдать в матушку природы, отдать, представляете, отдать. Просто так отдать, вы ее больше никогда не увидите, эту картошину, вот которую вы отдадите в матушку природы. Она может и не вырасти, представляете, то есть все, лохотрон, вы отдаете, да. Человек с бедным мышлением, всегда, когда ему надо отдать, он это воспринимает как лохотрон. Потому что все люди с бедным мышлением привыкли брать, брать, брать. Но человек, который живет и понимает, как устроены законы, он понимает, что надо отдавать, брать, отдавать, брать. И таким вот образом создается богатство. Все, даже график он идет вот так вот, сначала вниз, вверх, вниз, вверх, да. Отдает, берет, как, как говорится, надувается шар, да. Вот шар летит он, да, шар летит. И если надо подняться вверх, он надувается, более горячий воздух, он поднимается. Если надо опуститься, клапан открывает, спускает горячий воздух, он спускается, и он спускается. Так и здесь у нас очень важно понять вот эту вот вибрацию Земли, эта вибрация, да. Отдал, взял, отдал, взял. Вот таким вот образом у вас капиталы, потоки могут расти. Вы отдали, взяли, отдали, взяли. И вот так вот он будет расти, 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 расти. Вместе с вашим ментальным сознанием инвестора ваши потоки будут также прекрасно расти. Так вот, стартовый поток. Вы дойдете до такого периода, что, допустим, на 15-м периоде вы отдали десятку, потянули икаренси, сняли 17 тысяч. Из этих 17 тысяч десятку взяли, туда икаренси, семерку себе забрали. Поняли, да? Вот таким вот образом работает шикарно стартовый поток, чтобы разобраться с нашими потоками. Вот все, друзья мои, все, кто хотят хорошо стартануть, я вам скажу маленькую простую рекомендацию. Если вы ее сейчас запомните, а лучше запишите, то все у вас будет очень хорошо. Для того, чтобы хорошо, очень быстро стартануть в денежных потоках, нужно открыть все потоки. Пускай на минималку, но открыть все потоки, чтобы вы с ними разобрались. Чтобы вы поняли, как они работают, чтобы вы поняли механику движения денежных потоков. Чтобы вы поняли, где что начисляется, где что подтягивается, какая поначалу вас будет очень интересовать доходность. Сейчас мне доходность уже не интересует. Я уже знаю, где что и как. И понимаю, что здесь работает сложный процент. А что такое сложный процент? Если у вас нет квалификации высшей математики, как минимум, и либо желание посчитать лишний раз какой-нибудь интеграл, то приблизительно вы можете понять, какая доходность. Но по большей части доходность вы будете ощущать в результате качества жизни, улучшенное у вас. Вот самая лучшая доходность, которую вы уже увидите. Следующий шикарный поток, друзья мои, это подвид стартового потока, называется ускоренный стартовый поток. Это один из моих любимых потоков. Почему? Потому что если вы хотите быстрее получить более крутейшие деньги, то это ускоренный стартовый поток. Заходите обязательно в него. Это подвид стартового потока. Он более быстрый и более выгодный. Условия открытия. Оплачиваете сразу 4 периода, подтягиваете e-currency за 4 периода и получаете 5-6 период в подарок вместе с e-currency, который требуется подтянуть на этом периоде. И выскакиваете по начислениям сразу же на 7 период, друзья мои. Раньше этот поток был у нас премиальный поток, он только включался во время акций. А сейчас это просто великолепно, что у нас есть возможности и просто использовать его. Обязательно его запускайте, это один из моих любимых. 7 период – это как раз именно тот период, где номинал потока, допустим, 10 тысяч, и следует выплата больше, чем номинал потока. То есть следующая уже выплата будет 10-500 или 10-400, но уже будет больше, чем номинал потока. А следующая, 7-8, будет еще больше, еще, еще. Самые жирные выплаты в стартовых потоках – это с 10 по 20 периоды. Это самые жирные и прекрасные выплаты. Вот, дорастите свои стартовые потоки. На многих участниках созданы разные потоки на разные суммы. По 10, 20, 30, даже 50, я знаю, участников, в которых создано по 50 стартовых потоков. И они в разное время, в разной величине дают разное количество денег. И если вы правильно ими распорядитесь, то ваша жизнь станет намного лучше. Еще раз, седьмой период в стартовом потоке – как раз тот период, где выплата больше, чем номинал потока. Как будто бы прошло уже 6 периодов. То есть еще раз повторю, давайте приведу пример. Допустим, номинал потока я выбрал 10 тысяч, допустим. Я хочу зайти в ускоренный стартовый поток. Значит, мне надо проплатить сразу же 4 периода. То есть 40 тысяч. 10 умножаем на 4 – 40 тысяч. И currency подтянуть там 100 с копейками. Я 40 тысяч туда, и currency купил, подтянул. И все, следующее начисление у меня уже больше, чем 10 тысяч. И дальше будет все еще, еще, еще больше. То есть у меня упрощается таким образом все мое движение. Я купил как будто бы семена картошки какого-то класса экстра. Сегодня я ее посадил, а завтра она мне уже дает урожай. Поэтому, друзья мои, это просто мега крутейший инструмент. Используйте его, и вы, кажется, не пожалеете. В дальнейшем мы также в ускоренном стартовом потоке, как и в стартовом потоке, продолжаем пополнять, снимать, пополнять, снимать, подтягивать и currency после каждого пополнения. Рекомендую использовать ускоренный стартовый поток для того, чтобы вы смогли выйти на принципиально другой уровень. Как и знаний, а знаний инвестора, это навыки его, так и, конечно же, самих денежных средств. Следующий поток, друзья мои, который вы увидите в своем кабинете, это быстрый поток, либо оранжевая вкладочка в вашем кабинете. Быстрые потоки подразделяются на два вида потока. Это ускоренный быстрый поток и обычный быстрый поток. Быстрый поток мы называем деньги на каждый день. На обычном быстром потоке, который работает 30 дней, и деньги выплачиваются равными частями с прибылью каждый день. То есть, допустим, если он работает 30 дней, то за день выплачивается после нажатия вами кнопочкой 1,30 часть, друзья мои. 1,30 часть вместе с прибылью, которую мы получаем, конечно же, за счет подтяжки к потоку нашей криптовалюты и currency. В потоках смешанное инвестирование. Мы смешиваем рубли с криптовалютой, за счет этого у нас получается прибыль. Супер быстрый поток, работает совершенно по-другому. Он работает 2 недели, это самый короткий поток из всех потоков для ваших самых коротких свободных денег. Выплата с доходом происходит на 15-е нажатие кнопочки начислить премию. Поэтому, друзья мои, используем быстрые потоки для ваших коротких свободных денег. Допустим, нужно через полтора месяца вам какая-то сумма, и вот она у вас уже приготовленная лежит. Вы можете ее взять за месяц, прокрутить в быстром потоке, получить прибыль, прибыль оставить, а эту сумму по назначению использовать. То есть, без проблем. А дальше уже прибыль можете крутить дальше. Либо наоборот, оставить, а прибыль снять на цель. То есть, нашими быстрыми потоками многие крутят как хотят. Есть много стратегий, но это я уже рассказываю на командном обучении. Это уже знания, как говорится, предметные для команды, потому что есть очень много. У нас элитное командное обучение. Плюс еще мы с Сергеем создали Академию гармоничного человека, где каждый участник нашей команды может бесплатно, внимание, получить элитные знания по работе с подсознанием, по здоровью, по работе с социальными сетями, Телеграм, ВК, Ютуб и так далее. Поэтому все это абсолютно бесплатно в довесок к доходу ваших денежных потоков. Если за эти знания вы будете платить у инфо-цыган, у инфо-бизнесменов миллионы рублей, то все эти знания мы даем вам абсолютно бесплатно. Как знания командные по стратегиям, так же и знания общие, которые помогут вам быстро изменить вашу жизнь к лучшему. Следующий поток – зеленая вкладочка в вашем кабинете. Растущий поток, друзья мои. Об этом только потоке можно рассказывать целых два часа. Это шикарнейший финансовый инструмент. Не просто он так зеленая вкладочка, и не просто называется растущий. Это поток, который растет со временем. Это поток, который растет в течение шести месяцев с момента его пополнения. Мы его называем базовые деньги на жизнь. Это тот поток, который может превратить ваши 10 тысяч в 20 тысяч, ваши 50 тысяч в 112 тысяч после подтяжки и каренси, ваши 100 тысяч после подтяжки и каренси в 250. Ваши 500 тысяч в миллион 375 тысяч, ваш 1 миллион в 3 миллиона, 3 миллиона в 9 миллионов и так далее. Конечно же, прибыль так же, как и во всех потоках за счет подтяжки нашей криптовалюты и каренси. Растущий поток – это не простой финансовый инструмент. Я его называю живой финансовый инструмент. Он шевелится в зависимости от вашего поведения в этом потоке. Это поток, который учит, как нужно накапливать денежные средства, аккумулировать их. Он учит выращивать деньги в копилке, учит терпению и учит, конечно же, страху потери. И прорабатывает вашу жадность. Это два основных бича человека с бедным мышлением. Это страх потери, отсутствие терпения и жадность. Это вот три вещи, которые нужно очень серьезно проработать для того, чтобы у вас в жизни все было очень хорошо. Поэтому что такое жадность? Это страх, что у вас завтра не будет еды. Что завтра что-то там, страх, что без еды беда будет. Вот это все низковибрационные чувства. Это жадность. Ну, вы поймите, что, во-первых, часто скупой платит дважды. Я бы сказал, он платит всегда. Это раз. И, конечно же, упускает массу возможностей. Ну и, конечно же, человек, у которого вот эта вещь, ее надо очень прорабатывать. Потому что это блокиратор ваших денег. Это как плотина, которая блокирует водный поток в вашей реке. У вас маленький ручеечек бежит, и плотина там стоит, и огромное водохранилище. Вам надо эту плотину, эту джук разобрать, и у вас полноводная река будет. И все у вас будет хорошо. Поэтому это вот жадность и страх потери. Страх потери – это человек не умеет отдавать. Он только умеет брать, брать, брать. А отдавать, ну, никак не хочет. Вот поэтому он все время боится потерять. Но прежде всего, чтобы не бояться потерять, надо четко, ясно понять. Одну простую вещь, что ничего в этой жизни нам не принадлежит вообще. Мы сюда пришли на время, и это тело нам дано тоже на время, для того, чтобы мы прошли какой-то свой эволюционный путь развития и чему-то научились. Ведь жизнь – это школа. Именно поэтому растущий поток учит вам, как нужно обращаться с деньгами. Так вот, стартовый поток учит нас отдавать, брать, отдавать, брать. Он учит нас стратегии. Если мы берем эту стратегию и переносим на растущий поток правильные действия, то растущий поток может работать вечно, выводя вас на определенный уровень качества жизни, и вы на нем можете закрепиться. И без опускания денег в растущем потоке вы ежемесячно можете получать определенную сумму денег, на которую вы сможете выйти просто на пассиве, представляете? То есть, допустим, приведу пример. Вышли вы, допустим, на миллион в потоке, да? Чтобы у вас был миллион в потоке, это надо его вырастить, либо единоразово зайти на сумму 450, 400 тысяч, вот, 400 тысяч. Надо единоразово зайти на сумму 400 тысяч, подтянуть и каренс, и у вас миллион в потоке. Миллион в потоке, что он дает вам? Он дает начисление ориентировочно 3 тысячи в день. 3 тысячи в день начисления, и который постоянно растет. То есть, нажали на кнопочку, 0,3%. Еще раз нажали на следующий день, 0,31, 0,32, 0,33. И вот так вот постоянно растет до того момента, пока вы деньги не снимете с копилки. Как только сняли с копилки, он будет откатываться до момента начисления. Обязательно прочитайте вкладочку в кабинете, как создать поток и эффективно им управлять. Там все детально написано. Так вот, растущий поток, друзья мои. Миллион в потоке. Миллион в потоке – это начисление где-то ориентировочно 3,3 500 в день. Ориентировочная сумма в месяц получается около 100 тысяч. Так вот, вы можете эту сумму 50 тысяч снимать, 50 тысяч обратно закидывать и каренси подтягивать, и у вас будет компенсация вашего снятия, ваших 100 тысяч. Вот, поэтому на данный момент миллион в потоке – это, по сути дела, 50, может, немножко меньше, 40 тысяч вашего стабильного пассивного дохода в месяц, который вы можете получать. Вышли вы на уровень 3 миллиона в потоке – это уже повеселее, это уже ориентировочный доход порядка 300 тысяч в месяц. Значит, вы соточку можете брать, а 200, в том числе в этих 200 будет и каренси, закидывать обратно, чтобы компенсация вашего снятия произошла. Вот, и таким вот образом 3 миллиона в потоке – это 100 тысяч на пассиве у вас в месяц. Если вы еще взрастите свой растущий поток, то у вас еще будет совершенно другой качественный большой уровень жизни. Поэтому изучайте потоки, это очень интересно, это очень развивает. У нас финансовый квест. Что такое квест? Это ребус, говоря обычным языком, который понимает, можно сказать, славянин, это ребус. Ребус, да? Отгадывайте ребус. У нас финансовый ребус. Если вы этот ребус научитесь с ним его разгадывать, то этот ребус принесет вам очень шикарную финансовую свободу. И тем самым даст еще дополнительные навыки. Так вот, накопительный поток – это еще один поток, который у вас есть в кабинете. Это фиолетовая вкладочка в вашем кабинете, называется накопительный поток. Если еще у вас нет кабинета, то, конечно же, обязательно обратитесь к вашему пригласителю, возьмите у него реферальную ссылочку и зарегистрируйтесь. Регистрация вас ни к чему не обязывает, но уже будет у вас возможность разобраться с потоками, хотя бы прочитать, чтобы иметь кабинет. Если у вас пригласителя нет, конечно же, обратитесь ко мне, и я помогу вам разобраться со всеми нюансами работы системы. Либо выбирайте любого лидера, здесь в чате бот скидывает список лидеров, все обученные, прекрасные, грамотные люди. Вот, выбирайте себе наставника по душе, это очень важный момент в начале пути, для того, чтобы ваша вибрация совпадала. Так вот, накопительный поток – это деньги на будущее, либо наш пенсионный фонд, друзья мои. Это стратегия от 3 до 25 лет. Накопительный поток – это наш пенсионный фонд, либо фонд совершеннолетия, по-другому наши участники его называют «деньги на будущее». Оказывается, друзья мои, в будущем деньги тоже будут нужны, представляете, и через 3 года, и через 5 лет. Я не вижу сейчас трендов и тенденций, что деньги в будущем отменят. К сожалению, наш мир идет по пути технократии, это технократия с потребительской философией, значит, деньги будут благостное, как говорится, развитие мира, еще, как говорится, в мечтах. Ну, будем надеяться, люди потихонечку будут просыпаться, и мир будет меняться к лучшему, уходя потихоньку от философии потребления. Так вот, накопительный поток – это стратегия от 3 до 25 лет. Табличку в кабинете вы можете увидеть во вкладочке «Как создать поток и эффективно им управлять». Стратегия от 3 до 25 лет. 1 тысяча после подтяжки и каренси, ежемесячные ваши платежи будут превращаться в 5 тысяч через 3 года, допустим. То есть накопительный поток так устроен, что есть период накопления, а есть период выплат. Допустим, вы выбрали период накопления 3 года, да, и ежемесячно 3 года вы по 1 тысяче и каренси подтягиваете. 1 тысячу и каренси, 1 тысячу и каренси. И таким образом 3 года вы накопили, и 3 года получаете уже по 5 тысяч выплат с накопительного потока. И на данный момент накопительный поток – это шикарный инструмент для того, чтобы заложить фундамент своего благосостояния в будущем. Поэтому я люблю этот поток проплачивать наперед сразу на полгода, на год, а желательно до упора сразу на 3 года и забывать про него. Потому что сейчас большой объем информации, не всегда успеваешь следить за тем, что надо обязательно его пополнять. Поэтому я сразу проплачиваю. Во время акции особенно обожаю проплачивать накопительный поток до упора и, как говорится, брать лотерейки в подарок. Последняя акция вот у нас такая была. Какие будут акции в будущем, неизвестно. Когда они будут, неизвестно. Поэтому ждем. Как только у фонда, у сообщества будет техническая и финансовая возможность нас побаловать акциями, конечно же, сообщество всегда нас побалует. Следующий поток мы называем поток удачи, друзья мои. Это шикарнейший поток. Уже с нового года, наверное, сорвано порядка 15-17 джекпотов. Это и 10 тысяч евро на европейских площадках, 3 тысячи евро, 300 тысячи, миллион. То есть на данный момент поток удачи – это крутейшая штука. Это беспроигрышная лотерея. До 1-го числа, кстати, рекомендую вам до 1-го числа, до 1-го апреля создать обязательно максимальное количество лотереек. Почему? Потому что после 1-го числа у нас лотерея будет уже 5 из 32. Алгоритм возвращается на промежуточную позицию 5 из 32. Немножко нас побаловали. Порядком 3-3 месяца мы побаловались 5 из 25. А сейчас уже 5 будет из 32. Поэтому у вас еще есть сегодня-завтра для того, чтобы закупить по прекрасным алгоритмам лотерейные билеты. Лотерея у нас трех видов. Первая – это классическая лотерея, стоимость 100 рублей, выигрыш – джекпот 300 тысяч. Вторая беспроигрышная лотерея – это синяя лотерея, стоит 500 рублей, выигрыш – джекпот 500 тысяч рублей. И третья лотерея, золотая лотерея, стоит 1000 рублей, джекпот – миллион. Играйте, выигрывайте. Очень много уже наших участников сорвало джекпоты. Желаю, как говорится, и вам. Все правила лотереи читаем во вкладочке LTE, лотерея. Там красная кнопка правила лотереи. Нажимаете на нее и читаете. Там все написано. Дальше, давайте пройдемся по всем потокам, которые сейчас я вам рассказал. То есть, какие основные потоки у вас в кабинете. Первый поток – стартовый поток, ускоренный стартовый поток, обычный быстрый, супербыстрый. Дальше пятый – это растущий. Шестой – это накопительный и беспроигрышная лотерея. Семь потоков только есть в вашем кабинете. Семь потоков, друзья мои. Но это еще не все. Это еще не все возможности. Именно поэтому посмотрите обязательно эфир мой «17 денежных потоков». Сегодня я расскажу вам еще про два обалденных, крутейших потока, которые используют наши те участники, у которых финансовое положение не самое лучшее, и которые, может, даже с долгами пришли. Поздравляю, кстати, Надежду Андрееву с погашением шикарнейшего долга в размере около миллиона рублей за семь месяцев. Уверенная, правильная цель – правильные действия, приводящие к правильным результатам. Четкие действия, семь месяцев, и, пожалуйста, миллион кредитов погашено. Мало того, что миллион кредитов погашено, так еще же создана обалденная команда и создано обалденное количество потоков, которые сейчас дают возможность жить совершенно другой жизнью. Поэтому, друзья мои, берите примеры, делайте то же самое, у вас все будет очень хорошо. Так устроены денежные потоки, что через 3-6 месяцев у вас уже жизнь налаживается, а через год вы просто себя не узнаете, какие возможности у вас появились. Конечно же, если вы не будете тормозить, где-то потупливать, перепроверять что-то, где-то негативить, пытаясь что-то дерьмо найти, и не будете терять время, а будете идти быстро к вашей цели, тогда у вас все будет очень хорошо. Такие люди просто мега быстро взлетают, и они просто выскакивают совершенно на другой уровень по своему доходу. Дальше хочу вам рассказать еще про два шикарнейших потока. Это бонусы за вознаграждение, за развитие проекта. Вознаграждение, которое фонд, либо сообщество дает всем участникам, которые приняли решение просто поделиться этой информацией. То есть, смотрите, сообщество не дает рекламы, мы всегда идем от человека к человеку, от сердца к сердцу. Именно поэтому у нас есть вознаграждение за развитие проекта. Весь рекламный бюджет распределяется среди активных участников и лидеров, которые участвуют в развитии нашего сообщества. А это очень выгодно, как и вам, так и самому сообществу. А если сообщество будет выгодно, то и вам будет тоже очень выгодно. Потому что, как мы уже заметили, сообщество не жадное, а всегда отдает и щедро делится всеми возможностями. Первый бонус – это реферальный поток, либо реферальные бонусы, бонус за лично приглашенных. Несмотря на то, что у нас нет обязательного приглашения, хотите – приглашайте, хотите – не приглашайте. У нас так все круто устроено, что потоки сами себя, как говорится, рассказывают, поэтому нет смысла заставлять людей принудительно кого-то приглашать. Хотите – приглашайте, хотите – не приглашайте. У нас полная свобода, поэтому, друзья мои, хотите – берите деньги из рекламного фонда, хотите – не берите, это уже ваше дело. Но если будете брать, то будете получать соответствующие хорошие проценты. Так вот, поток реферальных начислений за лично приглашенных – это реферальные начисления от 2 до 7% в зависимости от потока, который запустил ваш непосредственно приглашенный участник. И второй жирный, хороший, командный бонус – это либо лидерский бонус, это бонус, который дает возможность вам стать лидером. Это происходит только после того, когда участник разберется со всеми нюансами работы системы. У него лично приглашенных от 10 человек, которые уже открыли потоки и которые начали разбираться со всеми алгоритмами. Дальше этот человек прошел соответствующее обучение, сдал соответствующие экзамены и на совете лидеров принимаем решение о присвоении данному участнику квалификации лидера. И он отделяется своей ячейкой, лидерской ячейкой, отпочковывается, можно сказать так, да? У него своя лидерская ячейка. Дальше глубина ему открывается до седьмого уровня, а поток реферальных начислений своей ячейки до бесконечности. Поэтому, друзья мои, развивайтесь. Здесь очень выгодно, душевно, надежно и очень тепло. Поэтому сообщество реально крутое, именно поэтому я здесь нахожусь уже седьмой год. И не хочу никуда уходить. Почему? Потому что здесь круто. Как только вы здесь задержитесь хотя бы на несколько месяцев, вы поймете, что здесь очень-очень круто. Про потоки вам рассказал. Теперь я расскажу вам про две вещи. Хочу про три вещи рассказать. Первая вещь, про которую сейчас я вам расскажу, это про нашу финансовую инфраструктуру. Что у нас есть, что мы создали за вот эти вот, сколько уже будет, 12 год пошел, да? То есть, что мы имеем. Второе, я вам расскажу ответы на часто задаваемые вопросы. Откуда деньги, лохотрон, не лохотрон, пирамида, не пирамида, что там еще у нас волнует. А, приглашать, не приглашать, еще вот это все разжуем, да? И третья изюминка на торте, я вам расскажу историю успеха Арабских Эмиратов из своей личной жизни. Поэтому на данный момент те, кто досидят до конца, те узнают что-то интересненькое. Поехали. Что у нас есть, какая у нас есть финансовая инфраструктура? Давайте это все дело поймем и себе уложим в нашу голову, да? Прежде всего, прежде всего, слово инфраструктура. Я думаю, что не все понимают, что такое инфраструктура. Инфраструктура это то, что позволяет проще жить. Раз. Во-вторых, что делает жизнь неудобней в той либо иной сфере. Вот. Если это инфраструктура города, это, соответственно, канализация, водоснабжение, холодное горячее, отопление, газ, электричество, там, не знаю, тротуарчики, асфальт, там, не знаю, там, озеленение газона, детские площадки, да-да-да-да-да, вот это всего, да? Это все стоит очень дорого, чтобы вы понимали. Это все делается очень долго, чтобы город с этим жил. И это все делается для одной простой вещи, чтобы с этим жить в долгую, ни на один год, ни на два, в долгую, на поколение делается финансовая инфраструктура. У нас тоже есть инфраструктура, но в связи с тем, что мы занимаемся, как бы, сообществом, сейчас занимаемся, как бы, кассой взаимопомощи, у нас есть своя инфраструктура финансовая. Мы создали свой параллельный финансовый мир. Он создавался долго, мы заплатили, сообщество заплатило за него более нескольких десятков миллионов долларов, и оно создано, чтобы с ним жить. Вот этот момент вы поймите, да? Что у нас есть? Первое. У нас есть четыре кассы взаимопомощи, либо фондов коллективного самообеспечения. Поток кэш в рублях, общий европейский в евро, испанский в евро и польский в национальной валюте, польский злотый. Дальше. У нас есть два криптовалютно-платежных сервиса, собственных, по мощности не хуже кошельков Payr. Это Сберкасса и Монистораж. Сберкасса заточена для работы в основном на постсоветском пространстве, но и любой человек на планете Земля может также воспользоваться услугами Сберкассы. Монистораж заточена в основном для работы западной финансовой системы, но и также любой человек на планете Земля тоже сможет воспользоваться услугами Монистоража, так же, как я, без проблем, пользуюсь вот уже долгие годы, вот, наверное, уже седьмой год. Дальше. Что у нас есть? У нас есть своя криптовалюта и Currency. И причем это не токен, не коин, это currency. Currency – это универсальное платежное средство. Дальше у нас есть облачный майнинг. Это тоже шикарнейшая возможность, чтобы получать e-currency за счет майнинга. А в связи с тем, что у нас e-currency дорожает очень круто, только за последний год e-currency сделала x300, в 30 раз подорожала. То есть если бы вы эту информацию знали бы в марте прошлого года и купили бы на миллион российских рублей e-currency, то сейчас вы могли бы продать, как это делают умные люди, на 30 миллионов рублей. И у вас был бы капитал 30 миллионов рублей. Но этой возможности вы не знали, а если даже и знали, то кто-то боялся это сделать. Кто не боялся, тот имеет прибыль, а кто боялся, тот имеет только свои страхи в виде прибыли. Вот. Поэтому рекомендую от них избавляться, учиться, обучаться и потихонечку, потихонечку идти к своей финансовой свободе. К сожалению, этому не учили ни в детских садах, ни в школах, ни в садиках, ни в университетах. Этому надо учиться в жизни. По-другому никак. Никто, если вы сами не научитесь, никто вас ничему не научит. Вот. Поймите одну простую вещь, что лучшее образование – это самообразование. Это то, что вы сами научитесь по ходу вашей жизни. Это самое лучшее образование. Вот. Оно более качественное и оно предметное. Оно именно нужно вам здесь и сейчас. Это вы эти знания возьмете, примените и сразу получите результат. Не какая-то голая теория, а именно практические знания. Так вот, здесь у нас в потоках мы приобретаем конкретно практические знания по распоряжению денежными средствами, управлению ими, приумножению и, конечно же, инвестированию. И на данный момент Сберкасса и Мани-Стораж нам прекрасно в этом помогают. Ну и, конечно же, наши криптовалюты и каренсы, за счет которых у нас деньги в наших денежных потоках. Так вот, идем дальше. Майнинг, друзья мои, это шикарнейшая штука. Кстати, друзья, те, кто еще хочет приобрести майнер, говорю вам новость. До 1 апреля еще можно купить майнера со скидками. Кто у кого есть такое желание, не тормозите. Мои первые майнеры уже работают уже шестой год и великолепно себя уже давным-давно отбили и продолжают давать мне жирный хороший плюс. Поэтому, друзья мои, не тупим. Если есть возможность, заходите. Майнеры – это очень хорошая штука. Конечно же, потоки всегда будут более прибыльные, но майнеры окупаются подольше, но зато это железобетон. Поэтому на данный момент надо брать все возможности нашего сообщества. Когда вы берете все возможности, веер всех наших возможностей, то у вас все всегда очень хорошо. Так вот, майнеры – это одна из прекраснейших возможностей иметь и криптовалюты икаренси для подтяжки, в том числе потоков и для создания вашего актива. Икаренси – это наш биткоин, биткоин-сообщество, которое будет все дорожать, дорожать, дорожать. Когда-нибудь икаренси будет 10 евро, либо 1000 рублей. И вы вспомните, что же я не купил икаренси, когда он еще был по 90 рублей. Я бы сейчас был бы икс 11 взял бы. Поэтому, друзья мои, используйте все возможности, которые дает эту жизнь, и тогда у вас будет все очень хорошо. Следующая финансовая инфраструктура, которая у нас есть, конечно же, наш блокчейн. Это наша паутина. Блокчейн – это система учета данных. Благодаря нашему блокчейну, который создан более чем 5 лет назад, у нас имеется шикарнейшая возможность всю нашу систему полностью сопровождать и ввести четкий учет. И это очень важно. Не каждый европейский банк, не каждая компания сейчас, либо корпорация мировая имеет свой блокчейн. У нашего сообщества уже есть блокчейн более 5 лет свой собственный. За счет этого у нас своя свобода, независимость, у нас свои интернет-банкинги, свой майнинг, все свое. Дальше у нас, конечно же, наша самообучающая нейросеть, друзья мои. Это вообще фишка. Вот уже два года за нашими потоками наблюдает, учится и управляет нейросеть. Какая задача поставлена перед нейросетью? Это обеспечить безопасность работы нашей системы. Системы перераспределения денежных средств, системы кассы взаимопомощи. Задача, чтобы наша система работала вечно. Чем уже нейросеть прекрасно справляется? Уже второй год, можно сказать, полностью устранены человеческие факторы, и нейросеть участвует в перераспределении денежных средств в том числе. Вот, поэтому, друзья мои, и так далее. У нас еще много проектов на стадии запуска и разработки, но вы хотя бы это возьмите, что я перечислил, вы хотя бы это запустите в вашу жизнь, чтобы это все работало на вас, и все будет хорошо. Как только будете готовы, как только будет готово сообщество, конечно же, у нас появятся еще другие прекраснейшие проекты. Так, теперь, давайте пройдемся по часто задаваемым вопросам, друзья мои. Откуда деньги, да? Запишите сейчас себе, возьмите ручку, карандаш, чтобы вы четко понимали, откуда же у нас деньги. У нас деньги из многих, нескольких источников. Как минимум из пяти сейчас я вам расскажу, хотя я их только знаю из семи источников. Но в данный момент два еще я рассказываю на командном обучении. Пять сейчас расскажу вам. Деньги у системы нашей. И первое, конечно же, от прогнозируемого роста нашей криптовалюты и каренсии, друзья. Вы видите, как наша криптовалюта и каренсии растет. За счет этого у нас огромнейшая прибыль, и за счет этого, конечно же, у нас жирные потоки. Вот. Второе. От справедливого перераспределения не по принципу пирамидальной системы, а по принципу одноранговой сети. Это, говорится, принцип короля Артура. Первый среди первой, равный среди равных, король среди королей. Это принцип круглого стола, да? Вот одноранговая сеть очень похожа на эти принципы. Поэтому про справедливого перераспределения чуть попозже вам тоже расскажу. Вот Арабский Эмират, да? Какая система перераспределения там? И почему они сейчас очень хорошо быстро выскочили? У них другая система перераспределения, чем в какой-то либо стране другой. Поэтому сейчас я вам об этом буду рассказывать. Я впервые эту историю услышал в том далеком 2007 году, когда я путешествовал по Арабским Эмиратам. Вот, и я просто был удивлен тому, что тогда еще вот это самое высокое здание в мире, оно еще было наполовину построено. Вот, а сейчас оно уже, конечно, функционирует и прекрасно работает. Итак, поэтому, что такое справедливое перераспределение? Не по принципу пирамидальной системы, а по принципу одноранговой сети. Пирамидальная система – это система, где низы кормят верхи. Купите себе один доллар, как коллекционный, положите себе в ежедневник свой, либо в блокнот куда-нибудь, либо в кошелек свой. И внимательно его разглядите. Переверните один доллар, там четко нарисована пирамида, всевидящее око и так далее. Поэтому, когда вы посмотрите фильмы «Деньги, пирамиды, долгов», когда вы посмотрите фильмы «Дух времени, первая, вторая, третья часть», вы поймете, как расшифровывается вот это все. Сколько там кирпичиков в пирамиде, сколько лепесточков, что там на гранях написано, сколько там стрел, столько там того, сего. Там все символично зашифровано. Но вы же этого не знаете. Почему? Потому что не обладаете знаниями. Потому что надо идти и смотреть фильмы «Деньги, пирамиды, долгов», «Дух времени», «Первая, вторая, третья часть». А это не простые фильмы. Не каждый их сможет осилить. Поэтому только, я бы сказал, это фильмы для избранных. Потому что там фильмы переплетены с расследованием, с историей, с философией. И ваш мир перевернется вот так вот сверх на голову. Но, тем не менее, очень интересно и познавательно. И вы поймете, хоть как устроена та система, в которой вы вынуждены жить. Внимание мое, я повторю еще раз. Вы вынуждены сейчас жить. Это мировая финансовая система. Все страны в нее вплетены. Ни одна страна не может вести самостоятельной политики. Если вы это до конца не понимаете, то зайдите на сайт USA.debtclock.org. Это очень интересный сайт, где указан внешний долг каждой страны в этом мире. И как тикает вот этот счетчик долгов у каждой страны. Все задолжали перед мировой финансовой системой. И ничего пикнуть не могут. Именно поэтому сейчас творится то, что творится. Так вот, пирамида – это когда низы кормят верхи, либо, грубо говоря, система, где один голодный создал пирамидальную структуру в виде коммерческого проекта, собрал других голодных, чтобы они его накормили. Справедливое перераспределение по принципу одноранговой сети – это когда вы вместе объединяетесь, как в поход вот идете у костра, сложились всем, что у вас есть, сварили общий суп и друг друга накормили. Вот это называется справедливое перераспределение. Никто не кричит, ай-яй-яй, я же вам дал, там, не знаю, там, что там, картошку, которая дороже, чем вода, которую ты нес, да, я должен получить три порции супа, а не одну, да. Нет, вы спокойно садитесь, и каждый сколько хочет, то столько и съест. Поэтому на данный момент справедливое перераспределение – это перераспределение, которое дает вам возможность деньги иметь всегда. Наша система так интересно устроена, что деньги у вас будут каждый день. Я когда пришел в сообщество, это было в том далеком 2017 году, у нас не было такой возможности деньги иметь каждый день. Мы получали выводы раз в неделю. Сейчас это потрясающая возможность, которая уже есть у вас, благодаря всей нашей финансовой инфраструктуре, которая создана за этот уже пошел 12-й год. Вот, поэтому в нашем случае одноранговая сеть – это тогда, когда основатель нашего сообщества Дмитрий Васадин, находясь в состоянии уже свободного человека, свободного от заработка денег, то есть он уже был долларовый миллионер еще в том далеком 2006 году, он только пять лет думал, друзья мои, пять лет думал, да, и создал, думал над системой для других людей, чтобы мы могли голодные объединиться и накормить друг друга. Вот, понимаете, да? То есть один сытый, так как он прошел этот путь, начал думать, как создать систему, чтобы голодные через объединение друг друга накормили. И это круто, и это получилось, друзья мои. Поэтому все, кто будет пользоваться возможностями этой системы, тот это поймет и начнет изменять свою жизнь к лучшему. Конечно же, откуда деньги? Третий источник денег – от того, что у нашей системы… Нет хозяина, и весь доход распределяется всем участникам сообщества. Кабинеты у всех одинаковые, начисления у всех одинаковые, проценты у всех одинаковые, вне зависимости от того, когда вы пришли в сообщество. Сегодня, три года назад, как я там, шесть лет назад, либо кто-то десять лет назад. Вне зависимости от этого, алгоритмы у всех одинаковы. А вот как вы этими алгоритмами пользуетесь, вот в этом большая серьезная разница. Именно поэтому многие участники будут очень сильно преуспевать, а другие будут притормаживать. Потому что кто-то пользуется своими кабинетами неэффективно, а кто-то очень эффективно использует свои кабинеты для того, чтобы выйти на принципиально новый уровень качества жизни. Поэтому стратегия пользования вот этими инструментами кардинально у всех отличается. Поэтому, друзья мои, рекомендую здесь остановиться, отключиться от шума внешнего мира и очень серьезно разобраться. Если вы это сделаете, у вас появится шикарнейший шанс иметь шикарный пассивный доход. Что я и сделал шесть лет назад, увидев эту возможность. Дальше. Четвертый источник денег. Деньги от потоков, от пополнения потоков. Наши потоки так хитро устроены, что их надо постоянно пополнять. Представляете? То есть стартовый поток. Пополнил, снял. Пополнил, снял. То есть мы постоянно наливаем в этот бассейн. Если я хочу получать еще больше, я еще больше наливаю и получаю еще больше. Я еще больше наливаю, получаю еще больше. Все наши участники постоянно пополняют свои потоки. И получают еще больше, тем самым выходя на новый уровень качества жизни. То есть пополнил поток. Снял, вышел, пополнил, снял, пополнил, снял. И вот так вот идет дыхание вселенной. Дыхание человека, дыхание кабинета даже. И вы почувствуете, когда вы начнете кнопочки вот эти нажимать, вы почувствуете, как ваш кабинет очень интересно себя ведет. Следующий очень интересный, конечно же, источник дохода. Но этот доход я понял, когда уже начал врубаться и анализировать, как ведут себя участники моей большой команды. Это огромная экономия от неэффективного управления кабинетами, друзья мои. Вот как бы я ни рвал на командном обучении горло, но всегда 10%, иногда 15% участников говорят, у меня своя стратегия. И начинают неэффективно управлять своими кабинетами. За счет этого у них небольшие результаты. Мало ходят на командное обучение, мало что записывают, поверхностно пытаются вот тут вот по быструхе схватить. Еще раз повторюсь, запишите систему денежных потоков, с наскока не понять, и уже тем более с наскока результаты солидные не получить. Именно поэтому здесь надо задержаться и получить шикарные результаты, с не с наскока, а на дальнейшем. Она создана для того, чтобы вы с ней шли всю жизнь. Понимаете? Система денежных потоков, как система кассы взаимопомощи, как система фонда коллективного самообеспечения создана для того, чтобы вы с ней жили всю свою жизнь и меняли свою жизнь к лучшему. Понимаете? Она создана, чтобы с ней жить. Это единственное, для чего она создана. Чтобы вы себя накормили, напоили и изменили свою жизнь к лучшему. Чтобы вы утром не просыпались в мандраже, что надо бежать куда-то на ненавистную работу и заплатить ипотеку, иначе заберут квартиру, за которую вы платите 10 лет. И в ходе этого вы выплатили 5%, а не половину квартиры. Потому что вы все эти 10 лет платили только проценты банку. Вы кормили банк, а себя вообще не кормили. И только в самом конце выплаты, перед пенсией, вы будете выплачивать свою квартиру. А до этого вы сначала выплатите 2 или 3 квартиры банку, а потом только свою в самом конце, если здоровья хватит, вы будете доплачивать свою уже квартиру. Поэтому банк хитро устроился. Поэтому, друзья мои, те, кто зашел на такую вещь, как ипотеку, это надо реально терпение, много здоровья и на долгие-долгие годы, как говорится, идти в том направлении. А лучше всего объединиться и выйти на уровень финансовой свободы и быстро закрыть эту ипотеку и забыть про нее, как страшно сон. Так, по деньгам все поняли, да, откуда деньги. Идем дальше. Идем дальше. Что вам сегодня я хочу интересного рассказать? Давайте я вам расскажу историю Объединенных Арабских Эмиратов. Когда-то я путешествовал по миру, и одна из стран, это было Арабские Эмираты, которые я проехал полностью всю. Все Эмираты, и Дубай, и Рассельхайма, и Абу-Даби, и Фуджейра, и другие Эмираты, я полностью все проехал. Каждый Эмират имеет свою интересную особенность. В каждом Эмирате свои фишки есть. Вот, поэтому что я вам рекомендую? Не просто там Дубай, Дубай, Дубай. Нет, покатайтесь по всем Эмиратам, и вы много чего интересного подчеркнете. Тот же самый Эмират Фуджейра, это выход на Индийский океан. Это довольно интересные тоже и пляжи, и отели. Поэтому, те, кто не был на Индийском океане, вот у вас есть шанс побывать, если вы собираетесь в Арабские Эмираты. Вы можете сразу два моря, Персидский залив, как Персидское море, да, можно сказать так, и Индийский океан. Вот, поэтому используйте эту возможность обязательно, да. Так вот, Арабские Эмираты, это, можно сказать, пример правильного объединения людей, и пример правильного перераспределения денежных средств. История Эмиратов весьма тяжелая. Это раньше, можно сказать, были практически колония. Сначала, не будем заглядывать сильно в прошлое, до 1622 года это была колония португальцев, грубо говоря, потом голландцы, потом англичане, и только-только, можно сказать, свободу Эмираты себе вытребовали в 68-м году, в 1968-м году, друзья мои, да. То есть до этого времени, чтобы вы понимали, что такое Арабские Эмираты, это голая пустыня, выходящая сразу в море, и несколько, можно сказать, миллионов бедуинов, кочующих по этой пустыне, со своими вонючими верблюдами. Вот что такое Арабский Эмират. Несколько небольших городков, вот, и все, понимаете, да. Рыболовство, где-то кто-то, чтобы выращивал какие-то культуры теплолюбивые, животноводство в виде верблюдов, там, и все. На данный момент в этом месте нет больше практически ничего. И что произошло? Что же случилось такого чудесного, что сейчас Арабский Эмират это самая богатейшая страна в мире, да. Прежде всего, это на тот момент, когда Арабские Эмираты, можно сказать, отвоевали себе свободу, то очень грамотный, мудрый шейх, один человек, один человек, да, через объединение других шейхов, семей других шейхов, он создал Объединенные Арабские Эмираты. Сначала Федерацию Эмиратов, а потом уже Объединенные Арабские Эмираты. Вот. Почему он так сделал? Во-первых, секрет в том, что Эмиратов всего семь, а нефть только в двух. Это Дубай и Абудаби. В остальных Эмиратов нефти нет. Это бедные сельскохозяйственные Эмираты. Но, тем не менее, шейх Абудаби собрал всех и сказал, давайте объединяться. Он четко понимал, что если они на этом этапе не объединятся, то их раздавят, их просто раздавят. По одной простой причине. Потому что, во-первых, уже нашли нефть в заливе у них и довольно большие залежи нефти. Во-вторых, здесь уже большое рядом государство в виде Саудовской Аравии и так далее. И они только-только освободились от колониальной зависимости, грубо говоря. И он стал объединять на равных условиях все Эмираты. Что он сделал? Он сделал систему перераспределения. То есть, он создал обалденно крутейшую систему перераспределения, что позволило через 40-50 лет тем вонючим бедуинам, которые со своими верблюдами кочевали в пустыне, превратиться в тех уважаемых, можно сказать, арабских бизнесменов, которые сейчас, уважаемые во всем мире, имеют шикарнейшее образование Oxford, Garvard, Cambridge. И имеют, катаются на Феррари у себя по пустыне и имеют колоссальные возможности. Что же произошло? Очень просто. Он весь, он, во-первых, объединил арабские эмираты. Заставил подписать все семьи каждого Эмирата соответствующие конституционные соглашения об создании объединенной армии, о создании общей конституции и, конечно же, правильное распределение бюджета. То есть, несмотря на то, что у него и в соседнем Эмирате было залежи нефти, казалось бы, ну нахрена тебе эти бедные, еще пять бедных Эмиратов кормить надо, ну зачем тебе это? Нет. Он сказал, нам на всех хватит, друзья мои, все будет очень хорошо. И договорился с Дубаями, с шейхом, и в общую копилку все доходы начали. И с нефтедоходы, с рыболовства доходы. Ну, конечно, основное это был нефть на тот момент. Дальше начал грамотно распределять эти доходы. Прежде всего, это инвестирование в эти бедные сельскохозяйственные Эмираты, в туристическую инфраструктуру. То есть, все побережье застраивалось отелями, создавалась вся финансовая инфраструктура. То есть, не жалел ни денег, ничего. Развивались соответствующие и Дубай, развивались и Абудаби. И притягивались ноу-хау технологии. То есть, любая компания могла зайти на рынок Арабских Эмиратов. Ей давали соответствующую юридическую возможность сделать бизнес на условиях. Внимание. 51% акций принадлежала непосредственно, должна принадлежать непосредственно Арабским Эмиратам. И во главе должен стоять обязательно Араб. А 49% уже той компании, которая хочет продвигаться на рынке Арабских Эмиратов. И таким образом все бренды туда повалили. На очень льготных условиях, особенно налоги сначала и так далее. То есть, очень лояльные и шикарные условия им дали. Поэтому туда все пошли. Мерседес, все бренды, все Sony, Panasonic, все туда повалили. Просто свою продукцию туда повезли. И там стали делать всю инфраструктуру. Торговые центры, выставки, вот это распиаривание всего. Вот это распиаривание всего. И создание инфраструктуры шло 40-50 лет. И сейчас мы уже на протяжении, это сколько уже лет прошло? С 68 по 24, это уже прошло больше 42, 66 лет прошло уже. И мы видим сейчас, что мы видим. Результаты 66 лет правильных действий. Так вот, дальше. Создалась система перераспределения денежных средств, чтобы накормить свой народ. Так вот, гражданином Арабских Эмиратов может стать только коренной, коренной араб, который женился на коренной арабке, и у них появился ребенок араб. Вот только эти люди могут быть гражданами. Никакие не приезжие, смешанные браки. Это все, соответственно, тоже на тот момент не считалось. Сейчас не знаю, навряд ли они изменились законодательством. Но на тот момент это довольно было жестко. Вот, дальше. Если женится араб и арабка, да, все. Им сразу государство выделяет дом от государства. Сразу коттедж за счет государства. То есть закрываются сразу физиологические потребности. В первые две ступени сразу им закрывает государство. Ребеночек рождается, ему сразу на счет 20 тысяч долларов, и они начинают крутиться. И когда ребеночку 18 лет, там уже сумма, которая позволяет ему получить достойное образование. А все, соответственно, такая вещь произошла, что сначала они отправляли первых молодых арабов из Эмиратов за границу. Но тенденция такая произошла, что стали там оставаться за границей. Не захотели молодые возвращаться. Там же все круто, кутить можно в Америке и так далее. Так вот они поняли, что надо делать как-то по-другому. И они пригласили к себе в Арабские Эмираты все филиалы университетов. Кембридж, Оксфорд, Гарвард и так далее. Других крутейших университетов. Сейчас есть все филиалы этих университетов в Арабских Эмиратах. То есть теперь уже не надо выезжать куда-то, чтобы получать самое элитное образование. Самое элитное образование можно получить уже дома, не выезжая, можно сказать, даже из своей страны. Так вот создали они систему и образования, и систему поддержки молодой семьи и так далее. Сейчас где-то коренных граждан Арабских Эмиратов около 4 миллионов. А приезжих, которые работают на этих коренных сейчас 20 миллионов, друзья, может сейчас уже еще больше. Понимаете, да? Создана такая система, что коренным выгодно, чтобы работали. Коренные уже не работают. Коренные уже просто управляют бизнесами и балдеют, получают качественное образование, а совершенно живут другой жизнью. А на них работают уже все приезжие. Индусы, там пакистанцы, с наших стран очень много едут и так далее. В разных сферах там работают. И на данный момент визу рабочую там тоже выдают до какого-то возраста, потом тебе просто не дают визу, чтобы ты там, можно сказать, зачем уже нужен старый раб уже никому не нужен. Вот, поэтому на данный момент один шейх мудрый создал шикарнейшую инфраструктуру, которая накормила все Эмираты, все эти 4 миллиона своих граждан, создала такую инфраструктуру, что дало шикарное, можно сказать, потомство, которое получило достойное образование. То дало еще потомство и уже новый уровень жизни. И вот так вот за 68 лет мы сейчас видим, как из грязи вонючих бедуинов превратились в богатейших людей этого мира. Поэтому, друзья мои, это система перераспределения. И то, как она устроена, как она устроена, от этого много чего зависит. Именно поэтому, почему в советское время давали квартиры молодому специалисту, пришедшему с университета. А сейчас не дают. И говорят даже государственным предприятиям, говорят, иди, бери ипотеку. А что такое ипотека? Это выплатить надо 3 квартиры, а иногда даже 4 квартиры выплатить. То есть, по сути, это кабала на всю жизнь. И те, кто не обладает каким-то мега крутейшим стратегическим мышлением, тот человек, который обычно просто работяга, у него шансов выплатить ипотеку до пенсии практически нет вообще. Ему надо просто тупо продолжать работать, работать, работать. Если человек не занимается бизнесом, если человек не занимается где-то, не крутится по жизни, ему шансы досрочно выплатить ипотеку просто невозможно. Поэтому, друзья мои, наша система создана, чтобы объединить людей, которые хотят жить как-то по-другому, которые немножко наработались, которые понимают, как устроен этот мир. Которые знают, что такое мировая финансовая система, эти законы перераспределения благ в этом мире. Понимают, что такое пирамидальная система, что деньги от низов идут к верхам. Именно поэтому новости смотрели недавно, недельки 3-4 назад. Скоро появится долларовый триллионер, друзья мои. Триллионер. Миллиардеров это уже мало, уже не солидно быть миллиардером, уже надо триллионером быть. Что такое триллион, чтобы вы понимали? Это ВВП многих стран вместе взятых. В то время, когда 5 миллиардов людей на земле ухудшили качество жизни, у нас появляется один триллионер. Поэтому вот это называется пирамидальная система перераспределения. Вот я вам рассказал сейчас две системы. Первая это система, которая есть в этом мире и в которой все вынуждены жить. И вторая система, какая-то другая, которую мы создали в Арабских Эмиратах. Так вот, система перераспределения ресурсов в нашем сообществе, в сообществе Меркурий, создана уже более чем 11 лет назад. Она протестирована, она отточена и прекрасно функционирует. Это именно эта система справедливого перераспределения. По принципу, кстати, Арабских Эмиратов очень похожие многие принципы. Вот, в том числе многое взято в нашу систему. Все самое лучшее из прошлого, развития нашего народа в том числе. Это очень шикарные истории объединения дореволюционной России. Дальше это объединение людей в советское время. Это черные кассы, кассы взаимопомощи, кассы взаимопомощи при потребительских, при профсоюзах. Дальше кооперативы жилищные. Это все объединение людей. Сейчас до сих пор половина страны живет в жилищном фонде, который построен в советское время. Которым давали квартиры. Казалось бы, ну разве советскому предприятию было выгодно давать квартиру? В чем, говорит, резон, говорит капиталист? Нет резона. Ценности другие были. Человек был не ниже плинтуса, а во главе угла. Человек. А сейчас во главе угла золотой теленок стоит. Телец. Либо деньгам молятся. Религия денег. Поэтому на данный момент то, что есть. Но мы с этим не боремся. Мы просто создаем свой мир, где у всех все очень хорошо. Поэтому огромная благодарность Дмитрию Васадину, этому прекрасному человеку с большим сердцем, большой душой. Что он долгие годы с нами возится, хотя реально мог бы не возиться с сообществом. Потому что у него уже давным-давно все очень хорошо. Поэтому нет, он терпеливо возится и допиливает систему, создает ее. Чтобы у каждого участника сообщества была возможность изменить свою жизнь. Чтобы создать параллельный финансовый мир, где у всех все очень хорошо. И скажу вам честно, когда вы полностью со стопроцентной уверенностью, я могу сказать, когда вы полностью разберетесь с денежными потоками, вы поймете, что такого проекта, такого сообщества у вас никогда не было. И никогда, скажу честно, не будет. Потому что, чтобы создать такую вещь, нужно очень большое сердце, миссию по жизни и большую душу, великую душу. Поэтому на данный момент у меня все. Теперь готов ответить на ваши вопросы. Если у кого-то появились вопросы, пожалуйста, поднимайте руки и задавайте вопросы. Если кому-то что-то еще непонятно, то спрашивайте. Есть кнопочка по центру, поднять руку, нажимаете на нее, я увижу и включу вам микрофон. Поэтому у всех есть прекрасная возможность либо поделиться своей историей развития в сообществе, либо задать вопрос, либо что-то вам непонятно было. Можете сейчас спросить. Самое время для терпеливых. А для нетерпеливых это успущенная возможность называется, да? Поэтому жду ваших рук в течение одной минуты. Если же их не будет, я тогда понимаю, что вам все понятно, вам все ясно. Андрей, благодарю за выступление. Можно узнать, откуда сейчас самый органический поток потенциальных партнеров приходит? Юрий, ну, в зависимости от того, где вы развиваетесь. Кто-то любит развиваться, многие ведут трансляции в ТикТоке. Вот я люблю больше Телеграм. Кто-то любит Ютуб развиваться, кто-то ВКонтакте. Но ВКонтакте сейчас все больше начинает закручивать гайки. Раньше кто-то даже делал чаты в Ватсапе. Но Ватсапом я в последнее время вообще мало пользуюсь. Поэтому выбирайте. Куча у нас в этом мире и соцсетей, куча разных возможностей. Плюс сейчас еще нейросеть дает какие-то определенные новые возможности. Надо изучать, изучать, как говорится, разные возможности донесения информации людям. Спасибо за вопрос. Хороший вопрос. Спасибо, Юрий. Так, Надежда. Слушаю, Надежда. Здравствуйте всем. Можно про облачный майнер маленечко подробнее узнать? То есть сколько он сейчас стоит до первого числа? То есть остается один день, я так понимаю. И можно ли его с нашего кабинета оплатить? Ну, про него маленечко, чуть-чуть. Спасибо. Кабинет потока кэш – это кабинет, создан для того, чтобы развивать потоки. Всегда майнеры все оплачиваются с мани-сторожа. Записали себе. Майнеры покупаем с мани-сторожа. На мани-сторожа мы покупаем токены для того, чтобы заправить свои майнеры. Там все движение на мани-сторожа. Чтобы пополнить мани-сторож, мы можем воспользоваться услугами сберкассы и перевезти, соответственно, туда, если нам это надо. Дальше. В майнинге у нас четыре вида майнера. Первый вид майнера стоит 190 долларов, второй – 1300, третий – 11 тысяч долларов, и четвертый, самый большой ферма, стоит 93 тысячи долларов. По-моему, так. Скидки сейчас, да, предоставляются. Лучше всего это узнать у своего топ-лидера, поэтому задаем вопросы. Но, насколько мне известно, исходя из того, как я покупал, да, то 10% на первый майнер, самый маленький, 20% на второй майнер и 30% на третий – четвертый по стоимости. Вот, ориентировочно так. Как и в растущем потоке, чем больше взнос, тем больше он дает. Так же и майнинги. Чем больше мы покупаем майнер, тем больше он дает. Вот. Но не забываем, что майнер надо еще наполнить токенами. В связи с тем, что икаренси подорожало, токены тоже подорожали. Нужно тоже рассчитывать на загрузку токенов. Но даже если вы не полностью загрузили майнер токенами, он тоже продолжит, будет работать, будет вам бати и каренси, но просто немножко в меньшем количестве, чем если бы вы загрузили майнер полностью. Вот, поэтому многие участники потихонечку подкупают, загружают побольше, подкупают, загружают. Поэтому, таким образом, рекомендую изучать эту тему и брать обязательно эту возможность. По всем остальным вопросам пишите топ-лидеру и спрашивайте по наличию промокодов на скидку на покупку майнеров. Еще вопросы? Владимир тут поднимал руку, слушаю. Так, Светлана. Здравствуйте. Будет ли сообщество когда-нибудь закрытым? Пока, в ближайшее время, пока мы не достигнем своих целей, навряд ли. А потом увидим. Потом поживем, увидим. Какие наши ближайшие цели? Нам надо несколько миллионов человек, чтобы у нас полноценно была внутренняя экономика. Вот, через даже товарно-денежные обмены, через всевозможное предоставление услуг друг другу за e-currency и так далее. У нас еще очень-очень много прекраснейших проектов, которые ждут, когда сообщество выйдет на тот уровень развития и, соответственно, эти возможности мы возьмем. Поэтому на данный момент стоит задача расширения сообщества. У нас несколько сотен тысяч, но нам надо несколько миллионов. Вот на этом этапе, возможно, уже будут продумываться шаги по закрытию сообщества. Поэтому рекомендую обязательно строить команды, потому что потом такой возможности, возможно, и не будет через лет десять. Вот, поэтому поживем, увидим. Пока задача расширять наше сообщество. Спасибо. Спасибо, Слава, за вопрос. Еще? Еще какие вопросы? Задавайте. Скажите, пожалуйста, а где можно найти информацию от предполагаемых изменений к лотерейке? Где-то оно описано уже или... Нет, эта информация озвучена Ирина Левченко на зарядках, поэтому ходите на зарядки и будете знать все новости. То есть с первого числа вводятся изменения, так, с первого апреля? Лотерея будет пять из тридцати двух. Понятно, спасибо. Пожалуйста. Юрий, вопрос хотели задать? Такой вопрос про реальный сектор, когда он появится, когда мы сможем начать обмениваться какими-то продуктами, услугами за внутренние условные единицы. Какой-то маркетплейс, может быть, планируется, когда вообще это все... Он уже есть, он уже есть, он ждет, когда сообщество разовьется хотя бы до миллиона. Сейчас у нас несколько сотен тысяч по всему миру в разных странах, нам надо несколько миллионов. Он уже есть, он создан, вот, поэтому осталось только нам силу набрать. А какая численность сейчас? Несколько сотен тысяч по всему миру. Ну, этого недостаточно, чтобы маркетплейс внутренне работал? Ну, наверное, недостаточно. А поставщиками сами участники будут этого маркетплейса? Там не то, чтобы маркетплейс, социальный агрегатор. Это сеть, в котором это маркетплейс с социальной сетью перемешанной, да? Вот. Поставщиками, да, сами непосредственно участники могут быть. То есть предоставлять друг другу услуги, товары и так далее. Но до этого момента еще, как говорится, надо дорасти. По поводу внутреннего чего-то. У нас нет внутренней валюты. Наша криптовалюта, она внешняя. Каждый человек на планете Земля может ей воспользоваться. Рубли на сберкассе, они внешние. Внешние евро на Money Storage тоже внешняя валюта. Каждый человек на планете Земля может ей воспользоваться. Вот, поэтому это так же, как, не знаю, рубли на кошельке Payer. Мы же не называем внутренней валютой. Вот так же и рубли на сберкассе. Сберкасса не хуже Payer, она может даже еще и лучше. По своей надежности. Еще вопросы? Еще давайте пару минут и будем завершать. Какой потенциал роста у ЕЦР? До бесконечности. Пока майнится. Пока майнится. 333 миллиона монет всего, ограниченное количество. Поэтому пока майнится. Поэтому потенциал нормальный. Хватит всем, кто включится и будет действовать. Ираида, слушаю. Андрей, добрый вечер. У меня вопрос, как опытного сетевика. Вы не будете, наверное, спорить с тем, что каждая компания, она требует особого предложения. То есть даже не самого предложения, а информации о ней. И я столкнулась с тем, что очень много людей, которые действительно нуждаются в деньгах, я здесь не буду спорить с вами, но отрицательно реагируют. Какая-то методика по пошаговому предложению нашего фонда существует, будет ли разработана, или то, что посылать на собеседование, не скрою, к ним я отношусь сугубо отрицательно. Я не считаю, что человек, который сюда приходит, может восполнить, потому что дается общая информация. Вот ответьте мне, пожалуйста, вот на этот момент, что в этом направлении думает? Ираида, интересный вопрос. Вы хотите наложить шаблон развития коммерческой организации на шаблон развития сообщества свободных людей, да? Нам не нужны все. Нам не нужны все, это первое. Нам нужны единомышленники, это второе, да? Вот, поэтому все, поэтому и говорится, сообщество, я раньше этого не понимал, думаю, сообщество Меркурии для всех, но не все для Меркурия, да? Почему так? Потому что это очень интересно. Взаимопомощь не всем свойственна, друзья мои. Поэтому это высокие вибрации. И многие, когда слышат слово взаимопомощь сейчас в этом капиталистическом мире, они вот так вот, вы что, мочканули что ли вообще, чем вы тут хренью какой-то занимаетесь, да? То есть люди голодные, вот. И поэтому вы спрашиваете, как шаблоны каких-то, как голодному объяснить, где его накормится. Как говорится, таких шаблонов нет. Есть в каждой команде свои какие-то фишки, которые вам надо, чтобы лидер вам показал, рассказал, объяснил, да? Вот. У каждого есть, вот сейчас мы презентацию проводим. Проводите презентации тоже, рассказывайте людям, терпеливо рассказывайте. Думаете, все услышат? Не все услышат. Это нормальные процессы, оказывается. Поэтому я говорю, что мне даже мою команду, мне не надо всех. Мне надо единомышленников. Я ищу единомышленников. Мне нужно тех людей, которые со мной резонирует моя вибрация. Мне нужны тех людей, которые однозначно обучаемы. Мне нужны тех людей, которые однозначно интересна эта мысль. Мне нужны тех людей, которые понимают глубину. Мне нужны те люди, которые желают развиваться и идти в ногу со временем и так далее. Очень много критериев. Вот. Поэтому, давая информацию терпеливо всем, вы просто сеете семена. А когда вы уже начнете менять свою жизнь к лучшему, вы будете лучшей рекламой. Вы. Именно вы. Потому что, давая информацию десятью человекам и один, который пойдет за вами, те девять будут сидеть в кустах и наблюдать за изменением в вашей жизни. Как только изменения в вашей жизни проявятся, эти те девять из кустов начнут задавать потихонечку вопросы. Поэтому вы, лучшая реклама, меняйте свою жизнь к лучшему за счет нашей системы и рассказывайте, откуда берете деньги и кормите других людей. И все будет очень хорошо. И часто есть такая история, еще раз расскажу. Я часто на командном обучении рассказываю. У нас был интересный такой лидер, да. Познакомился с ним в 2018 году на Дальнем Востоке. Интересный лидер. Был учитель истории. Как он рассказывал про наше сообщество. Очень интересная история. Если вы возьмете на вооружение, то вам понравится, я думаю. Ясно, понятно, что у учителей зарплаты вообще никакие. И каждый раз, приходя, тогда не было у нас выплаты каждый день. У нас были выплаты по вторникам. Каждый вторник, каждый раз он услышал такую фразу. Как только вы получаете деньги, рассказывайте людям, откуда вы их берете. Все. Он это услышал. И мало того, что услышал, он часть этих денег брал и покупал вкусняшки, тортики, пиццы и так далее. И нес в учительскую в своей школе. И говорил, вау, девчонки, у меня выплата в интернете. Я получаю деньги из интернета. И просто тупо больше ничего не говорил. Просто кормил их, кормил, кормил. На раз пятый, десятый. И мы уже стали задавать вопросы, какого хрена, откуда ты берешь деньги, что такое происходит. И вот тут он уже начал потихонечку рассказывать. Так вот, через полгода вся школа, все учителя были в его структуре. Поэтому, друзья мои, кормите других людей. Выводите деньги. Выводите других людей в кафе, в рестораны. Кормите их. И они великолепно будут задавать вопрос, откуда же у вас деньги действительно. Покажите, что ваша жизнь меняется. Вы – самая лучшая реклама изменений в вашей жизни. Не кто-то другой, не какой-то там ролик из интернета или еще что-то. Вы – это лучший образец, которым стоит идти и меняться. Вот и все на данный момент. Развивайте социальные сети. Развивайтесь во всех направлениях. И все получится. Еще, друзья мои, вопросы? Спасибо большое. Я вас услышала. Благодарю. Все понятно. Спасибо. Спасибо, Эрэда. Так, ну что, благодарю, друзья. Я очень горд, что у меня в сообществе 200 человек, 2 часа 200 человек слушали потрясающую, прекраснейшую информацию. Поэтому я очень горжусь, что я с вами вместе в этом нашем прекраснейшем сообществе. У нас прекрасные возможности. Осталось только их реализовывать и идти вперед. Поэтому до 1 числа у нас майнеры со скидкой. Пользуйтесь этой возможностью. E-Currency, лотерейки покупаем, играем. Ну и, конечно же, всех новых участников поздравляю с регистрацией в нашей системе финансовой поддержки. Это реально крутейшая штука, где стоит быть, куда я пришел вот уже больше, чем 6 лет назад. И, скажу честно, я здесь хочу находиться всю свою жизнь. Поэтому что и вам желаю. Счастливо, хорошего вам вечера и до новых встреч, до новых эфиров.